Танкиевская Ирина Николаевна Я, можно сказать, и краевед, и сотрудник музея, давно занимаюсь изучением истории вот этого края. Да, уроженка Нижней Салды, и, в общем-то, эта история, и вся история Нижней Салды меня всегда очень волновала. Книг у меня несколько издана. Книга «Нижняя Салда», в которой как раз я и сделала тогда предположение, а в дальнейшем, занимаясь изучением различных материалов и сопоставляя вот эти вот факты, я пришла к тому, что Павел Петрович Бажов всё-таки был здесь. Не просто проезжал мимо, а здесь хотя бы несколько дней находился, и я думаю, что на этой конференции он тоже был, потому что без СМИ, без, значит, вот участия в такой вот конференции не могло быть. Здание это было построено в 1914 году. Это было городское четырёхклассное училище, достаточно большое, обширное, одно из крупнейших таких вот зданий, и полковая конференция, конечно же, прошла вот в этом большом здании. Сейчас это здание мэрии города Нижняя Салда. Павел Петрович Бажов воевал в составе 1-й уральской дивизии, и вот в конце сентября сюда, на Урал, в Нижнюю Салду, вот эта дивизия проезжала, но она делала остановки. Два полка этой дивизии 20 и 22 сентября находились здесь, в Нижней Салде. Они очень устали, требовались эти полки для подкрепления боёв под Нижним Тагилом, но к этим полкам примкнул ещё Салдинский отряд под командованием Ивана Андреевича Ефимова. Около 200 человек нижнесалдинцев вошли в состав этих двух полков, 1-го Камышловского и 4-го Уральского полка, и участвовали в боях под Нижним Тагилом. Ну, а в дальнейшем сделали целесообразным оставить эти полки под командованием Овчинникова. Вторая часть вот этой дивизии, в которой работал в качестве редактора газеты «Окопной правды» и входил в состав политотдела этой дивизии Павел Петрович Бажов, вот эта вторая часть, она тоже прибыла в Нижнюю Салду. После того, как им пришлось отступить из Алапаевска, они прибыли в Салду где-то 27 сентября. И вот вспоминает Голиков, будущий маршал Советского Союза, о том, что они уже несколько дней находятся в Нижней Салде, помылись в бане, отдохнули, пополнили продовольствие, и хотелось бы еще вот в этом городке побыть. Но придется нам идти на Тагил. И вот дивизия решила, не полностью дивизия, а вот это уже то, что от нее осталось, они решили провести полковую конференцию, так как под Нижним Тагилом уже состоялось большое сражение, и белых отбросили где-то на 20 километров. Они немножечко успокоились и решили провести полковую конференцию, потому что в полку, вот в этом соединении прошли такие неприятные события, как предательство Волынского полка и так далее. Нужно было поменять некоторых, сделать перестановку, поменять руководителей. И вот такая полковая конференция произошла здесь 2 октября 1918 года. Есть упоминание в истории этого полка, которое потом написал Павел Петрович Бажов, о том, что вот здесь на этой полковой конференции тот-то и тот-то был избран. Он написал, Павел Петрович Бажов, историю этого полка, но очень мало в этой истории он описал свои действия, свое участие в этом полку, потому что и он сам захотел написать эту историю, просто так были обстоятельства, его заставили. Сам он уже потом вспоминал с некоторым, как мне кажется, то есть даже не хотел вспоминать некоторые события, потому что вот эти полки, они были достаточно революционные, и те периоды гражданской войны были жестокими. В дальнейшем даже Павел Петрович писал, что действия вот этого полка были чаще всего жесткими. И то, что здесь, в Нижней Салде, произошел расстрел, расстрел заложников, расстрел священников, я думаю, что Павел Петрович Бажов не хотел даже вспоминать вот эти события, но такова была война. И вот эта конференция произошла 2 октября, но случилось такое страшное событие, когда белые каким-то входным маневром зашли в тыл под Нижний Тагил, и уже 4 октября Тагил был захвачен. Скорее всего, результат этой полковой конференции и политотдел мог уехать до того, как перекрыта была ветка в Нижний Тагил. Но основное соединение, то есть все 2 полка остались в Нижней Салде. И когда они попытались прорваться к Нижнему Тагилу, ветка уже была захвачена. Что же пришлось сделать? Пришлось им ликвидировать весь железнодорожный состав, собрать подводы. А подвод требовалось очень много. Сотни подвод были собраны с верхней и нижней Салды. Об этом тоже есть воспоминания и у Пичугова, и у других участников гражданской войны. И вот, переложив то, что хранилось в железнодорожном составе, и боеприпасы, и пушки, и продовольствие, разгрузив на подводы, они двинулись по старой дороге в сторону деревни Прянищниково. Конечно же, есть предположение, кто-то думает, что от деревни Салки напрямую до Ясвы они двинулись. Но в то время разъезд Салка железнодорожный был очень маленький, около шести домов. И собрать такое количество подвод они, конечно же, не могли разгрузиться там. И напрямую проехать до деревни Ясвы от Салки было невозможно, потому что вот та была непроезжая дорога. И верхний берег, то есть правый берег реки Тагил, около деревни Ясва, он очень высокий. Там есть скалы, и спуститься на подводах, даже спуститься на лошади верхом невозможно. И всегда ходили в Пушву и в другие деревни через Пряниково, как тогда говорили, через деревню Прянищниково. И на этот раз такие вот проводники повели их через эту деревню. Конечно же, осень, дожди, дороги размыли, пришлось очень много делать настил и так далее. Но это не то, чтобы прощищать себе дорогу вот на подводе, если бы не было вообще дорог. Дорога заняла несколько дней. Ну, об этом хорошо было написано. Я думаю, что, может быть, Бажов и не был в составе вот этого похода. А если и был, то он очень так живо описывает вот те тяжелые, значит, нагрузки, которыми пришлось пережить в этот поход от Салды до Пушвы. И все равно, если даже он был здесь некоторое время, ну, 2-3 дня, это все равно говорит о том, что Павел Петрович Бажов в составе вот этого полка, в составе средств массовой информации, когда он был редактором газеты «Окопная правда», которая вышла здесь 2-го октября. Здесь не написано, что это, какой город из Дании. Здесь это не написано. Но здесь, да, описано, что она 1-й уральской дивизии. То есть, а штаб 1-й уральской дивизии находился здесь, в Салде. Ну, и в дальнейшем, когда разбирали вот эти события по поводу сдачи Нижнего Тагила, есть документы, которые говорят о том, что вот, мол, Васильев со своими, значит, находился в Салде и придавался отдыху в то время, как нужно было укрепить позиции соединения между, значит, Овчинниковым и Васильевым. То есть, что они этого не сделают. То есть, в документах было указано, что штаб находился здесь, в Салде, вот до того, как, значит, отрезали Тагил от общих воинских частей.